Могут задавать вопросы по ходу дела, но эти вопросы не должны превращаться в выступления на полчаса, чтобы докладчик не забыл, что он уже успел рассказать, а чего еще не успел рассказать. Ну и времени, я думаю, минут за 40-50 докладчик успеет рассказать. Гал, ты слышишь меня? Я слышу, что вы говорите. Да, тебя слышно тоже, это хорошо. Тебе 40-50 минут хватит или дольше нужно? Ну в общем, когда закончишь, тогда закончишь. Тебе 50 минут чистого времени с вопросами можно больше. Все, запись начата. Михаил Дмитриевич, вы здесь? Уже можно или вы еще не готовы? Да, Михаил Дмитриевич, это я, Дима. А вы не имеете случайно включать транскрибирование? Оно там автоматически текст сгенерит доклады и нам будет проще расшифровывать. А у меня такое впечатление, что я это уже включил, потому что у меня на запись... А, начать с транскрибированием мне недоступно. Транскрибирование не разрешено в вашей организации. Опа. Так, ладно, ладно. Вероятно, это кому-то только доступно при каких-то полномочиях. Витри, вы можете зайти и заглянуть туда же в запись, может быть вам доступно. Так, коллеги, ну на правах человека, который взялся все-таки вести сегодняшнее заседание, я всех приветствую. У нас сегодня доклад Галмандаха. Пожалуйста, Гал, вам 40-50 минут, не торопясь, расскажите все, что вам бы хотелось на заявленное дело. Коллеги, вероятно, как-то... Галмандах, пожалуйста. Да, так, всем добрый вечер. На первом слайде это тема диссертации. Учислительная схема решения квантомеханических задач. А, всем все видно, да, слайды? Да, все хорошо видно. Да, да, все прекрасно. Так, цель диссертации, цель диссертационной работы состоит в разработке высокоточных вычислительных схем, вариационного метода и метода конечных элементов для решения квантомеханических задач. Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. Первое это разработать и протестировать новую вычислительную схему непрерывной минимаксной оптимизации нелинейных функционалов. Второе это построить и протестировать новую вычислительную схему вариационного метода с непрерывной минимаксной оптимизацией и ограничению нелинейным параметрам пробных функций для больших и малых компонентов в решении уравнения дираха и электрона в поле двух кулоновских зарядов тяжелых ионов. Третье это разработать, обосновать и протестировать новые вычислительные схемы метода конечных элементов высокого порядка, точности, решение краевых задач для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Второго порядка, включая общий случай задачи, рассеяние с ассимптотическими недиагональными матрицами потенциалов и соответствующими недиагональными матрицами ассимптотических решений, которые применяются для формулировки краевых условий третьего рода в граничных точках конечного интервала интегрирования. Четвертое. Разработать и протестировать алгоритмы, программы вычисления полностью симметричных квадратурных формул на д-мерных симплексах с положительными весами и узлами внутри симплексов. А и пятое. Выполнить с помощью разработанных вычислительных схем вариационного метода и метода конечных элементов высокоточные расчеты собственных значений энергии релятивистского электрона в кулоновском поле зарядов двух тяжелых ионов, собственных значений энергии, связанных и метастабильных состояний диммера, бериллия в основном состоянии. Можно продолжать? А, да? Да, пожалуйста. Общая обстановка мини-максной задачи. Дана общая обстановка мини-максной задачи. Формулировка непрерывной мини-максной задачи. Это формула 1. Где функция f от x, y это дважды дифференцированная функция. И используется следующее обозначение для градиента g и кисиана h. Формула 2. Где g от x и g от y это векторы длины n и m. И элементы г сиана h, h x x, h x y, h y x и h y это матрица размерностью n на n, n на m, m на n и m на m соответственно. И причем матрица h симметричная. Дальше даны определения точки равновесия НЭШа и мини-макса. Определение 1, определение 2, определение 3 и определение 4. Дальше даны необходимые и достаточные условия для локального равновесия НЭШа и для мини-макса. Даны 3 предложения, где знаки больше и меньше. Это... Ну, здесь обозначают положительную и отрицательную определенность матрицы соответственно. Градиенты г сианы вычисляются в точке x со звездой и h со звездой. Численные методы. Одним из ключевых моментов для нахождения точки локального мини-макса являются выходы с окрестностей точки локального мини-макса. В этом случае методы Ньютона и градиентного спуска малоэффективны. И метод отрицательного направления кривизны является одним из самых эффектных методов. Видео. Видео. Одним из наиболее распространенных итерационных методов нахождения локальной точки равновесия НЭШа является метод градиентного спуска. Это формула 11 и 12. Здесь это от x больше нуля и это от y тоже больше нуля. Это итерационные параметры. Дальше из равенства 11 и 12 следуют нелинейные вариационные неравенства, которые в формуле 13. Дальше требуется проверять следующее неравенство на каждом шаге. Формула 14. Однако недостатком этого метода является низкая скорость сходимости по числу итераций. Дальше на следующих слайдах предоставлен алгоритм для нахождения локальной точки. Пункт 1. Выбирается начальное приближение. Если выполняется условие 9 и 10, то итерационный процесс завершается. Третье ищутся диагональные матрицы D от y, удовлетворяющие условию из формулы 15. И дополнительный вектор Vy, удовлетворяющий условию из функции 16. И в частности, если выполняется условие, что h от y, y меньше 0, то диагональная матрица D равно 0 и вектор от y тоже равен 0. В пункт 4. Ищется дополнительный вектор Vy, удовлетворяющий условию из формулы 17. И в частности, если выполняется условие, что матрица h от x, y больше 0, то вектор x равен 0. В пятое ищутся диагональные матрицы D от x, удовлетворяющие условию из функции 18. В частности, если выполняется условие, что матрица x больше 0, то диагональная матрица x равно 0. Шестой пункт. Если выполняется хотя бы одно из условий формулы 9 или 10. Подпункт 6 и 1. Если выполняется условие 9, невогнутый случай, то кладется формула 19. Здесь тета равно лямбда, деленное. Я забыл слово. Спасибо. Норма от дета Z степени n, где дета это заданный максимальный шаг для тета Z степени n. Далее проверяется неравенство формулы 20. Если оно не выполняется, то кладется дета Z степени n равное лямбда на дета на Z степени n. При альфа, принадлежащем от 0 до 1. И эта процедура повторяется до выполнения условия из формулы 20. Пункт 2 и 2. Если выполняется только условия из функции 9, то это невыпукло-вогнутый случай. То кладется, что дельта на Z степени n равно ρ на вектор Vx0. Далее проверяется неравенство функции от X степени n плюс 1Y степени n меньше или равно функции от X степени n, Y степени n. Если оно не выполняется, то кладется дельта на Z степени n равное α на дельта на Z степени n при α от 0 до 1. И эта процедура повторяется до выполнения условия из функции 22. И под пункт 3. Если выполняются условия и 9, и 10, то это выпукло-вогнутый случай. Соответственно, вычисляется дельта на Z степени n равное на дельта X степени n, дельта на Y степени n, транспонированное с помощью модифицированного метода Ньютона. Это формула 23. Далее проверяется неравенство 13. Если хотя бы одно из них не выполняется, то кладется следующая формула и заново вычисляется дельта на Z степени n из формулы 23. Эта процедура выполняется до выполнения условия 13. Шаг номер 7. Кладется n равный n плюс 1 и выполняется переход на шаг номер 2. Для вычисления диагональных матриц DX и DY используется модифицированный алгоритм Халецкого. Где L с галочкой и L с волной – это нижние треугольные матрицы. D с галочкой и D с волной – это диагональные матрицы, все элементы которых должны быть отрицательными и положительными. Одним из ключевых моментов для находения точки локального минимакса является выход из окрестностей точки локального минимакса. В этом случае методы нью-зона и градиентного спуска малоэффектны. И метод отрицательного направления кривизны является одним из самых эффективных методов. Для вычисления дополнительных векторов V от X и V от Y используется алгоритм, который предложен в работе Гилла. В алгоритме вектор V от Y – это решение системы 26. Здесь E от S – это вектор, все элементы которых равны нулю, кроме когда E от S равно единице, а S – это целое число такое, что вычисляется из формулы 27. В работе доказано, что V от Y дает направление отрицательной кривизны, то есть это из формулы 28. И аналогично для вектора V от X, аналогично такое же решение системы, где E от S – такой же вектор, все элементы которых тоже равны нулю, кроме E от S равна единице, где S – целое число. В качестве тестового примера рассмотрим задачу вычисления критических точек двумерной функции 29. Эта функция имеет три критические точки, это функция 30, в которых Гесиан имеет вид из функции 31. G1 – это точка минимума, Максимина, G2 – это точка равновесия наша, и Z3 – точка локального минимума. На рисунке даны последовательные приближения Z в степени N, полученные первое методом градиентного спуска, второе методом градиентного спуска с методом направления отрицательной кривизны, и третье – предложенным модифицированным методом Ньютона с методом направления отрицательной кривизны. Для начального приближения Z в степени 0 от минус 3 до 3. Соответственно, для случая f от x, y метод градиентного спуска – это рисунок А, сходится к точке Максимина Z1. метод градиентного спуска с методом направления отрицательной кривизны и предложенный модифицированным методом Ньютона с методом направления отрицательной кривизны сходится к точке Минимакса Z2. Для случая минус функция f от x, y – это рисунок B, метод градиентного спуска и метод градиентного спуска с методом направления отрицательной кривизны не сходится к критическим точкам. И предложенный модифицированный метод Ньютона с методом направления отрицательной кривизны сходится к точке Максимина Z1. Дальше предложена кулоновская задача двух центров для уравнения Дирака. Одноэлектронная волновая функция является решением стационарного уравнения Дирака, функция 32, где E равно E от R – это реликвийская энергия электрона, и H от D – это двухцентровой Гамильтон Дирака, функция 33, где S – это скорость света, P – это оператор импульса, альфа и бета – это матрица Дирака, размерности 4х4, и это единичная матрица, размерности 4х4. на двухцентровый притягивающий кулоновский потенциал у АТР в приближении точек зарядов определяется соотношением, где E от R равно V от R1 плюс V от R2, V от R – это равно минус E в степени 2 на Z, все это деленное на R, где E на Z – это заряд центров, 1 и 2. R1 – это R плюс Φ пополам, R2 – это R минус Φ пополам, Φ – это вектор, Φ – это межъядерное расстояние. В расчетах используются атомные единицы, E равно E от N равно H равно 1, и С – скорость света. Атомных. Спинорные орбитали с литеровского типа задаются формулой 34, где R, R и Φ – это сферические координаты электрона. Спинорные сферические гармоники имеют вид формулы 35, большие PNK от R и малые QNK от R – это радиальные компоненты, выбранные в виде одноцентровых функций на кальтом центре. Формулы 36. Здесь P от N от P, K от R и Q по N по Q, K от R – это нормированные орбитали с литеровского типа с нецелыми степенями по переменной R. Формула 37. И лямбда по P, K больше 0, и лямбда по Q, K тоже больше 0, в радиационные нелинейные параметры. нецелый параметр выбирается из ассимптотического поведения большой и малого компонента вблизи соответствующего центра. Формула 38. Полная доцентровая спинорная функция с литеровского типа имеет следующий вид. Формула 39. где Nmax – это максимальное главное квантовое число. При Nmax 2, 3, 4, 5 общее количество одноцентровых базисных функций равно 11, 24, 41, 62 соответственно. Одна электронная четная волновая функция для уравнения 32 имеет вид на уравнение 40. Согласно работе Талмана Minimax на формулировку уравнения Дириха 32 имеет вид формула 41. В таблице номер 1 представлены результаты полученные при Nmax равном 5. которые согласуются с работой Тупицына с относительной точностью 10-7 10-8 10-7 по 10-8 степени Дальше идет схемы метода конечных элементов также мы рассмотрим краевые задачи рассмотрим системы N однородных дифференциальных уравнений второго порядка относительно неизвестной векторной функции при независимой переменной Z это формула 42 здесь FB больше нуля и F F тоже больше нуля и I V от Z и Q от Z это единичная симметричная и анти единичная это I симметричная это V от Z и антисимметричная матрица это Q от Z и они размерностью N на N решение F от Z из пространства Соболева подчиненное однородным краевым условиям Дерихле Неймана или Робина это формула 43 в граничных точках интервала Z AR от Z это матрица логарифмических производных тоже размерностью N на N D от Z симметричная следующим мы рассмотрим задачи рассеяния при заданной энергии E искомая волновая функция при Z стремящемся плюс-минус бесконечности может быть записана в виде падающей волны или уходящей волны это формулы 44 и 45 здесь нижние индексы или нижние индексы право-влево означают направление падающей волны F право-Z и F лево-Z искомые матричные решения размерностью N на N по 0 в степени L и N на N по O степени R где эти N это число открытых каналов то есть число пар линейно независимых ассоцилирующих решений в ассоцилирующих области при Z стремящих минус бесконечности или при Z стремящих плюс бесконечности даже у другой для бы ассоцилирующих ассоцилирующих решений соответствующих открытым каналам дальше представлены матрицы составлены из известных экспоненциально убывающих решений соответствующих с закрытым каналом R справа и R слева это искомые квадратные матрицы амплитуд отражения T вправо и T влево это искомые прямоугольные матрицы амплитуд прохождения. Дальше представлены вспомогательные матрицы и для вещественно означенных потенциалов с матрица являются унитарны и симметричны для комплексных потенциалов в ацет и киоцет матрица с является только симметричны если функция fb от сет равна функции а от сет и равна единице q по а из g от сет равной нулю а коэффициенты в по а из g от сет g от z стремящимся к минус бесконечности равно в вот а и г по L степени L или в от i g при z стремящемся к к плюс бесконечности равно в от i g в степени r не зависит от z то асимпетические решения x от i со звездой от z стремящемся к плюс-минус бесконечности выражаются через ее фундаментальные решения для открытых каналов i равным i от 0 равным 1 по n от 0 L R дальше дана эта функция и для закрытых каналов тоже дана эта функция здесь данное обозначение это решение алгебратических задач на собственные значения и в стандартном случае незапутанных каналов V V когда i не равно z равную нулю это решение системы 41 имеет вид дальше рассмотрим связанные метастабильные состояния для задачи на связанное состояние в большинстве случаев достаточно ограничиться краевными условиями Дерихле или Неймана Для задачи на метастабильные состояния краевые условия Робина следуют из фундаментальных ассимтатических решений соответствующих уходящим волнам если в формуле 42 они были все равны в рассматриваемой ассимтатической области то ассимтатическое решение выражаются через формулу которые даны снизу дальше мы рассмотрим конечные элементные схемы высокоточные вычислительные схемы методов конечных элементов для решения краевых задач из формул 42 и 43 выводится из известного симметричного квадратичного функционала релея Ритца или Хильтона общая идея метода конечных элементов в одномерном пространстве стоит в том чтобы разделить интервал на множество малых пат интервалов называемых элементами выбор размера пат интервалов достаточно свободен для учета физических свойств или качественного поведения искомых решений таких как гладкость интервал покрываются набором из н под интегралов да это и сказал нет да на каждом под интеграле длины вводится набор локальных функций интерполяционных полиномов Эрмита дальше она дана кратность узлов дальше дано значение функции порядок с их производными до порядка КТР МАКС-1 определяется выражениями формула 48 и рассчитываются по аналитическим формулам численно решение ищется в виде конечной суммы это формула 49 она не поместилась по патчису локальной функции n от s по z который строится с шрифкой интерполяционных полиномов Эрмита подстановка 49 в квадратичный функционал приводит к алгебраической задаче относительно неизвестных собственных значений энергии или элементов с матрицы и векторов далее дано формуле 50 здесь матрица жесткости А и положительно определенная матрица масс В являются симметричными ленточными матрицами размерностью nL на nL далее мы рассматриваем систему однородных дифференциальных уравнений с кусочно постоянными потенциалами для численных экспериментов выбрана эталонная краевая задача для системы однородных дифференциальных уравнений из формулы 42 с функцией ВАЗ равна функции ААЗ равна единице и Q по А3АЗ равно нулю и кусочно постоянными потенциалами далее они даны в формуле мы посчитали составили таблицу номер 2 собственных значений Е по Ай где Ай равно 1 2 3 и связанным состоянием Е от Ай Э где Ай там от единицы до четырех вместо стабильных состояний и эти связанные состояния рассчитывать с краевыми условиями Неймана также связанные метастабильные состояния с краевыми условиями Робина зависящими от собственного значения были найдены методом Ньютона для сравнения численных результатов решения этой кривой задачи были вычислены с точностью 10 минус 10 степени минус 12 методом шивки фундаментальных решений и видно что результаты полученные методом шивки фундаментальных решений и методом конечных элементов совпадают с точностью на 10 минус степени минус 9 10 степени минус 7 Далее мы рассмотрим спектр двухатомной молекулы бериллия в основном состоянии гелия по движению электронов в сравнении Шрёдингера для двухатомной молекулы бериллия в адипатическом приближении обычно называется приближением Борна от Пингеймера Формула 51 где r это расстояние между атомами и единицей а и е это энергии единицы в сантиметрах минус первой степени и потенциалы в от r тоже в 10 сантиметрах минус первой степени определяются своими значениями на сетке и ассимптотическим разложением за ее пределами мы составили графики а это потенциальные функции б это вещественные собственные значения энергии связанных с состоянием это нижняя панель вещественные части средняя панель и мнимые части с обратным знаком это верхняя панель и комплексных собственных энергий местабильных состояний на эпюре показаны значения энергии связанных и мета стабильных состояний на интервале энергии энергия в интервале от минус пяти до пяти в сантиметрах минус первой степени в численном эксперименте доказано что спектии диммера берелия а имеется двести пятьдесят два связанных состояний при всех значениях L при всех значениях L мета стабильных состояний при следующих значениях L 3 7 8 11 12 14 15 16 и так далее отметим что вычислительные значения энергии 12 связанных состояний при L равном нулю дают верхние и нижние оценки и согласуются с экспериментальными данными из работы номер пять подковского и результатами других авторов Митина существование набора местабильных состояний также подтверждено расчетами соответствующих состояния рассеяния при резонансных значениях энергии проведенные расчеты показали эффективность и надежность вычислительной схемы методом конечных элементов и программы КАНПП 5М которые выполнялись в лите имени Мещевкова О и Я полностью симметричные квадратурные формулы для D-симплекс рассмотрим квадратурную формулу порядка дп из формулы 52 для интегрирования по стандартному единичному D-симплексу с вершинами А которая точно для всех полинонов D переменных x1 по xd степени не выше π уравнение 52 n по dp это количество узлов w от g это веса а x от g1 по x от g g это узлы для построения полностью симметричных квадратурных формул используются парицентные координаты y от y1 по y t плюс 1 узлов формула 53 использую ин вариантность полностью симметричных квадратурных формул относительно перестановок парицентрических координат y1 по yd плюс 1 формулу 52 можно представить симметричным виде это формула 54 где внутреннее суммирование по k1 по kd плюс 1 ведется по различным перестановкам парицентрических координат у это y от g1 по y g от d плюс 1 а v от них это означает что d мерная подинтегральная функция v от x вычисляется вычисляется для множества y от g1 по y к t и и не до и с и и паренцитрических координат, формула 55 и 56. Количество узлов орбит даны мультиноминальными коэффициентами, это формула 57. Для любых перестановок от L1 по Ld плюс 1 из K1 по Kd плюс 1 верна следующая формула 58, где x плюс d до 50. Это формула 59. Вставляя формулу 54 вместо v от x симметричные полиномы относительно переменных x1 по xd плюс 1 в степени не выше p, и учитывая формулу 58, мы получаем систему нелинейных алгоритических уравнений. Это формула 50 и 61. Для каждой орбиты Sata используется множество Kdi различных борицинтрических координат. В формуле 60 множество Kd 0 равное 0 или 1, и Kdi больше или равно 0 при i не равном 0. W от i и g соответствующие веса, которые соответствующие веса. Формула 62 это симметричный многочлен степени K. И до нас следующая формула 63. В таблице 3 мы посчитали энергию от tp независимых уравнений для полностью симметричных квадратурных формул порядка p. Здесь только четные. Решение системы нелинейных уравнений с выпуклыми ограничениями. Мы переписываем нашу систему нелинейных уравнений из формулы 60 с выпуклыми ограничениями в виде формулы 64. И наша система 64, которую мы только что написали, эквивалентна следующей задаче минимизации. Это формулы 65, где множество x по r от n это не пустое, замкнутое и выпуклое множество. Далее алгоритмы типа Ливенберга и Марк Вартера представляют собой итерационные процессы, на каждой итерации которых решаются задачи не о реализации вида. Это из формулы 66 с цельевинной функциями. Формула 67, где x степень к это точка текущей итерации, сжатка принадлежащая r в степени. m на n это екебиан от функции f от x, при x равном x степени к. d от k принадлежит r в степени n на n и является диагональной матрицей с положительными элементами. и μ от k это положительный параметр. Поскольку ж по k от h это строго выпуклая квадратичная функция, решение под задачей из формулы 66 всегда существует и единственная. В частности, для случая без ограничения имеем формулу 68. В работе конзов предложен следующий алгоритм с единичной матрицей d по k и доказана его локальная сходимость. выбирается x степени 0, принадлежащая множеству x, v больше 0, β, δ, γ принадлежат интервалу от нуля до единицы, е больше 0, и k равно 0. Второе. Если... Да, если норма f от x степени k меньше е, то алгоритм останавливается. Третий пункт. Вычисляем g от k, где μ от k равно v от нормы функции f от x степени k в квадрате, и h степени k это решение задачи 66. Пункт номер 4. Если норма от функции k по x степени k плюс h степени k меньше гамма на норму от функции по x степени k, то x степени k плюс 1 равно x степени k плюс h степени k. Далее k равно k плюс 1, и переходим на шаг номер 1. Иначе переходим на шаг номер 5. Шаг номер 5. Вычисляем шаг t. t это максимум от β степени l. l у нас целые числа от 0, 2 и так далее, 0, 1, 2 и так далее. Такое, что норма от функции f по x степени k по t в квадрате меньше или равно нормы от функции f от x степени k в квадрате плюс 2 на дельта плюс 2 на дельта от функции f транспонированный по x степени k умножим на g от k по x степени k от 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 t равно p от множества x по x степени k минус 2t наш g от k транспонированный на функцию f от x степени k и вычисляем x степени k плюс 1 равную x степени k от t. Далее мы к прибавляем, заменяем на k плюс 1 и переходим на шаг номер 2. Далее мы получаем таблицу номер 4, которые вычислены минимальными числами от n по dp узлов для полностью симметричных квадратутных формул порядка p и сравнение с известными числами n по dp. Таблица 5 это не вязки и соответствующий коэффициент ронга в численных экспериментах функции 69 для шести симплекса. Мы получили таблицу, для численных эксперимента был выбран класс интегралов формула 69 и представлены невязки. Е в степени q-тест равная от i в степени q по d минус i по t, где i в степень q это численные результаты, полученные при разбиении симплекса на q степени t равных симплексов с интегрированием на кальтом из них и коэффициенты ронга на трех дважды сгущенных сетках. Это формула 70. И заключение разработано первое это разработано протестирована новая вычислительная схема непрерывной минимаксной оптимизации. Вычисление локальных равновесий НЭШа или минимакса точек нелинейных функционалов. Второе проведена разработка обоснований и тестирования с применением современных компьютерных технологий, участительных схем, алгоритмов и реализующих их программ. Подпункт А это вариационного метода непрерывной минимаксной оптимизации с ограничением по нелинейным параметрам пробных функций для больших и малых компонентов решения уравнения герах. Для электронов поля двух кулоновских зарядов тяжелых ионов. Подпункт Б метода конечных элементов высокого порядка точности решения краевых задач для системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. С различным числом асимптотически связанных или запутанных открытых каналах в двух асимптотических областях краевой задачи подпункт С модифицированного алгоритма метода Левенберга-Маркворда решение систем большого числа нелинейных алгебраических уравнений высокого порядка с выпуклыми ограничениями. Третий пункт. С помощью разработанных учительственных схем алгоритмов и программ выполнены высокоточные расчеты. Подпункт А. Собственные значения энергии реликвийского электрона в кулоновском поле зарядов двух тяжелых ионов со значениями зарядов Z от 1 до 121. Подпункт А. Это верхних и нижних оценок набора собственных значений, связанных и метастабильных состояний, двухатомные молекулы берилья. Подпункт С. Это весов и узлов полностью симметричных квадратурных формул до 20-го порядка на треугольнике и татрайгере. С шестнадцатого порядка на четырех симплексах, с десятого порядка на пяти шестимерных симплексах. В четыре разработана программа INQSIM для преобразования полностью симметричных квадратурных формул из компактного вида в развернутых и включена в библиотеку программ TUNERLIP OEI. Дальше. Положения, выносимые на защиту. Первое. Это новая вычислительная схема непрерывной минимаксной оптимизации, вычисление локальных равновесий нэша или минимаксных точек, нелинейных функционалов. Второе. Это вычислительная схема вариационного метода с непрерывной минимаксной оптимизацией и ограничением по нелинейным параметрам пробных функций для больших и малых компонентов. Решение уравнения гироха для электронов поля двух кулоновских зарядов тяжелых ионов. Третье. Это вычислительная схема метода конечных элементов высокого порядка точности. Решение краевых задач для системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с различным числом асимптотически связанных или запутанных открытых каналов в двух асимптотических областях краевозадачи. Четвертое. Это вычислительная схема, алгоритмы и программы для вычисления полностью симметричных квадратурных формул для надомерных симплексов до порядка П с положительными весами и узлами внутри симплексов, включая оценки точности квадратурных формул в вычислительных экспериментах тестированием эталонных интегралов. Пятое. Это тестирование разработанных вычислительных схем вариационного метода и метода конечных элементов в вычислительных экспериментах на эталонных задачах и их приложениях. Высокоточные расчеты собственных значений энергии релятивического электрона в кулоновском поле зарядов двух тяжелых ионов. Высокоточные расчеты связанных и мета-стабильных состояний геймера берилия в основном состоянии. Следующий слайд это новизна. Новизна состоит в результатах проведенных исследований и в разработке оригинальных и вычислительных схем и программ. Первое это вариационного метода с непрерывной минимаксной оптимизацией нелинейных функционалов и его применения к решению уравнения Дириха. Второе это метод конечных элементов высокого порядка точности решения краевых задач для системы однородных дифференциальных уравнений второго порядка с различным числом асимптотически связанных или запутанных открытых каналов в двух асимптотических областях краевой задачи. Третье это расчеты многомерных квадратутных формул на симплексах для вычислений многомерных интегралов метода конечных элементов. Четвертое это применение разработанных вычислительных схем к расчетам с высокой точностью спектральных характеристик избранных квантомеханических атомных и молекулярных систем. Следующие это основные публикации и спасибо за внимание. Я все. Спасибо, коллеги. Ну я предлагаю сначала задать вопросы. Пожалуйста, кто хочет задать вопросы? Прошу прощения, уважаемые коллеги. На правах Аксакала я попрошу разрешение сначала длинное выступление сделать по существу, чтобы он усвоил докладчик то, что я хочу ему сказать. В других условиях он может не усвоить. Потом будут вопросы и ответы по деталям. Итак, Гал, результаты, которые ты докладываешь, замечательные. Метод представления результатов удовлетворительный. Рассказ еще хуже. Смотри, листай до десятого слайда подряд. Вот, все перед этим и до сих пор. Огромное количество определений, которые ты долго сбивчиво перечисляешь. Так, что слушатели этого не могут понять. Все эти прозрачки нужно заменить другим способом изложения. Имеется то-то, то-то, то-то. При этом проговорить словами, но нагруженными смыслом. Чтобы люди из других областей знаний могли это услышать и осознать. А вот всю презентацию, которую ты сейчас представил, тебе нужно иметь в запасе, потому что по ходу твоего выступления во время защиты может возникнуть вопрос. А вот вы сказали, что там происходит что-то такое. Не могли бы вы более подробнее рассказать? Тогда ты вытаскиваешь вот эти прозрачки и начинаешь рассказывать. Не все подряд, а отдельные в ответ на вопросы. Ты понял? Да, но вы можете повторить в любом случае. Это все в записи будет известно. Да, отлично. Я обязательно прослушаю несколько раз. Эти длинные подробные перечисления с именованием индексов, букв и прочего. Именование, что это за геометрические объекты. Во время доклада недопустимы. Ты не успеешь доложиться. Нужно только какими-то выпуклыми фразами, которые передают смысл. А на дополнительные вопросы ты будешь показывать вот эти прозрачки. Это здесь. Давай теперь прозрачки 17-18. Формулы или страницы? Прозрачки, файлы. Страницы 17-18. Раз перед ней и после нее. И после нее 18. Так. Ты рассказываешь о каком-то примере. Много и многословно. И ты не говоришь, зачем это ты рассказываешь. Впоследствии ты применяешь это, например, на прозрачке 46-й. Но здесь ты не говоришь о том, что это будет использовано. Там ты не говоришь, что там используется вот этот результат. Я думаю, что вместо всего этого нужно тоже 2-3 фразы. Но при этом в запасе иметь подробное вот это изложение. Если кто-то спросит, а как это, не могли бы вы пояснить? Ты вытащишь эти прозрачки и расскажешь, что и как. Хорошо? Да, да, я вас слушаю. Я понял. Дальше. Следующее. 33-я прозрачка. Вот. Здесь ты долго и косноязычно перечислял все буквы. Так что не только ты, но и остальные перестали понимать, что ты здесь рассказываешь. Такие вещи нужно рассказывать двумя-тремя фразами. Своими словами, передающими смысл. Очень коротко и понятно. Интервал разбивается таким образом, чтобы. И дальше смысл. Прозрачка сохраняется у тебя в запасе. Когда будут задавать вопросы, а не могли бы вы это рассказать более подробно, ты скажешь, пожалуйста, достаешь эту прозрачку и рассказываешь. Следующее. Прозрачка 36-я. Вот здесь ты сказал «мы» таблицу 2. И говоришь числа такие, числа такие, числа такие. Это недопустимо, потому что ты не сказал людям, зачем эта таблица была получена, из чего и что иллюстрируешь. Ну вот есть эти числа. Ты здесь получил результат. Что-то у тебя лучше, чем у других. И именно это ты должен сказать. Две-три фразы. Они могут смотреть и задавать потом вопрос. А вот все-таки могли бы вы более подробно на этой прозрачке что-то рассказать. Но ты должен не читать того, что здесь написано, а две-три фразы, передающие смысл того, что здесь изображено. Хорошо? Дальше. Прошу прощения. В этой табличке последний элемент, тут явная опечатка. М0. А, да, да. Безусловно, спасибо. Вами согласен. 38-я прозрачка. Начинаешь рассказ про эту прозрачку. Мы составили графики. Это недопустимо. Ты графики не составлял. Потом говоришь, а вот на этих эпюрах. Вот скажи, пожалуйста, я тебе сейчас задам вопрос. Что такое эпюры? Какие из эпюр ты здесь рассматриваешь? И на каких эпюрах что происходит? Избегай всяких умных слов. Хорошо? Да, договорились. 41-я прозрачка. Никаких именований вот этих букв, переменных и чего-то еще. Только вольный пересказ. А если будут вопросы, ты достанешь эту прозрачку. 42-я, 43-я, 44-я. Все то же самое. Только вольный пересказ того, что здесь приведено. Доступное для слушателей из совсем других областей. Даже не из матмоделирования. Даже не из математики. 49-я прозрачка. Ты говоришь, вычислили числа. Ну и что? А какая от этого польза человечеству? Ты должен сказать, зачем ты их привел. И какие замечательные результаты, полученные в твоей диссертации, видны из этой таблицы. Словами. Вольный рассказ о том, что здесь замечательного. Понял. Я понял. Ну и последнее. Это уж просто вдогонку. 52-й слайд. С. Да. Проведена разработка, обоснование и тестирование модифицированного алгоритма метода Левенберга-Макгварда для решения чего-то-чего-то. Чем хорош Левенберг-Макгвард? Это очень сложный алгоритм. Почему ты за него взялся? Почему его не хватило и тебе пришлось модифицировать? Это замечательный результат. Но из этой фразы ничего не видно. Понял. Я закончил основные замечания. Как нужно представлять? У тебя будет 20 минут, у тебя должно быть меньше 20 прозрачек. Ты должен как-то поместить это. Вспомогательный материал пусть будет не только на 60, да хоть на 100 прозрачках, если ты сможешь на каждый вопрос быстро вытаскивать необходимую вспомогательную прозрачку. Все. Спасибо. Извините, что я занял столько времени. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Можно выступление более длительное? Если позволите, тогда я не могу спросить. Тогда можно слайд номер 50. Я с конца начну. Для разнообразия. У вас там какой-то фоновый шум. Ну, мы сидим в одной комнате, ничего не поделим. У вас мета, я понял. Вот коэффициент РУНГИ у вас меняется почти в два раза. Как вы это объясняете? По идее же он постоянный должен быть, как мне кажется, если я правильно понимаю, о чем речь. Это же коэффициент, на который умножается шаг в какой-то там степени. Такое разное. Судя по всему, он скользит вдоль изменения чего-то. На такие вопросы нужно знать. Меня не слышно? Вы же его написали, поэтому как он просто напрашивает. Меня не слышно? Нет. Мне кажется, меня не слышно. Слышно, слышно, пожалуйста. А, да? Порядок разный. П. Для разных порядков. А, это для разных порядков. Вот здесь. Не тушуйся, смело говори и отвечай. Это я смелый уже. А, сейчас, коэффициент рунги это все-таки степень или коэффициент? Я тут с логарифмом не соображу сразу. То есть, имеется в виду, что порядок должен примерно совпадать с коэффициентом рунги? Да. То есть, вы ожидали, что четыре и там четыре, а получили пять с половиной. Ну, получили так. Хотели десять, а получили одиннадцать с половиной. Ну, да. Ну, хорошо. Я теперь понял, что нарисовано. Спасибо. Теперь слайд сорок восемь. Можно? Да, да, я открываю. А вот я так понимаю, что это чужой алгоритм. И вы его как-то дорабатывали? Этот нет. То есть, он просто реализовывался у вас? Да. Понятно. Слайд сорок пять. Вы сказали словами про энергию. Я совсем не понял, о чем речь. Е – это энергия? Я имею в виду Е от ДП. А что это за число такое? Это число уравнений. То есть, это не энергия, это просто… Нет, это не энергия, это я… Хорошо, понятно. Это число уравнений. Такой вопрос еще. Вы, я так понимаю, получаете здесь какую-то систему нелинейных лагебраических уравнений и решаете ее численно. А насколько сложная система? Какого порядка уравнения? Что-то про нее можете сказать? Просто любопытно. 108 при Д3. Ну… То есть, порядки за 100, да? Да. Понял. Спасибо. Так, теперь давайте чуть-чуть пораньше. Вот слайд номер 33, с которым вы тут сегодня говорили. У меня немножко другой вопрос. По нему можно? 33. Вот мне казалось, что этот слайд рассказывает про работу, защищенную Гусевым, некоторое количество лет назад. Да. А… То есть, вы не претендуете на то, что вы получили здесь какие-то дополнительные результаты? Нет. Ну, хорошо, тогда в скобках оставим вопрос о том, зачем вы поместили здесь этот слайд. Это пробный. Ну, я понимаю, хорошо. Так. Сейчас. Слайд 29. Да. Я не понимаю, как предел при Z, стремящемся к плюс или минус бесконечности, может зависеть от Z. Еще раз. Я не острою. Вы… Сейчас. Я… Вы про какую строку? Про вторую строку спрашиваете? Или про третью диасимтетическое решение? Вас не слышно, Михаил Дмитриевич. Виноват. Это я влезал. А. Здесь написано, что не зависит от Z. Михаил Дмитриевич Витиева-то спросил, а хоть когда-нибудь, а не зависит от Z? В чем смысл вот этого комментария? Поехали дальше. Это замечание. Понял. Так. У меня почти кончились замечания. На слайде 19 еще был маленький момент. Что-то они не слышат нас. Слышно. Слышно должно быть. Слышно? Давайте тогда скажу, что там означает. 19-й. Да, 29-й. На том слайде, если у нас постоянные коэффициенты, тогда вот стандартные экспоненты. Конечно, есть случаи другие. Там кулоновские функции, например, бесили и так далее. Не могу с вами согласиться. Предел не может зависеть от Z. Не предел. Скажем так. При больших Z функция идет так же. Ну, вы хотите сказать, что асимптотический член зависит от Z. Но пишите-то вы другое. Неаккуратная Z. Гал, когда вы рассказывали 19-й слайд, вы говорили слово «функция». И мне, честно говоря, это казалось совсем неправильным. Особенно, когда вы это слово употребили по отношению к энергии. Я на 19-м говорил «функция». Извините. Будьте осторожны. Просто хочу предупредить. Слайд 10-й. Совсем дурацкий вопрос насчет знака. На каком? Вот 11-е, 12-е. Один берется с минусом, другой с плюсом. Так задумано? Да. Я ответил на вопрос? Ну, хорошо. Допустим, так задумано. Меня это как-то несколько смутило. Хорошо. Не спорю. Так. Ну и, наконец, страница 6. Уж не могу не повредничать. Мне кажется, что лучше бы сказать, что не просто дважды дифференцируемые, но еще и непрерывные вторые производные. В противном случае, я боюсь, у вас гисян может оказаться несимметричным. Хорошо. Можно там вдаваться в длинную дискуссию, что эти условия можно усилить, но, как бы, по-моему, это не цель вашей работы. Так, замечания у меня кончились. Есть некое еще общее соображение, но я его выскажу чуть позже, если позволите. Давайте, может быть, у кого-то есть замечания конкретные? Коллеги, смелее. Ну, я полагаю, что часть присутствующих могут спросить там, прямо на месте. Давайте я повредничаю чуть-чуть. Да, пожалуйста. А, слышно меня? Слышно прекрасно. Ага. Гал, ты выключил себя тогда? Отключил, да? Да, коллеги, у меня очень высокого уровня, так сказать, такой, не знаю, вопрос-соображение. Вот в рамках всего доклада я услышал несколько кусков. Гал, можешь мне листать? Оставь вот слайд, например, вот этот вот. Значит, минимаксная оптимизация, схема конечных элементов, квадратурная формула, ощущение… То есть, вот это три разных работы, вот, рассказанные в одном докладе. Вот, поэтому вот связь кусков друг с другом и какая-то вот их, не знаю, перекликаемость, нужность друг для друга совершенно как бы непонятно. Вот, то есть, просто ощущение разрозненности вот этих всех результатов. Вот, у меня все. Спасибо. А здесь, ну, чисто формально, и уравнение Дерака, и многомерные симплексы, квадратурные формулы. В общем, ну, я понимаю, что есть внутренняя связь, но чисто внешне она показана не была совершенно, на мой взгляд. Второй момент. В диссертации должны появиться теоретические результаты, оформленные в виде теорем, должна быть оригинальный комплекс программ и должны быть результаты применения этого комплекса программ к решению каких-то конкретных задач. Вот, с третьим пунктом вроде бы все совершенно прекрасно, а вот с первыми двумя я, если честно, теоретических результатов новых в сравнении с доложенными у нас уже результатами Гусева, честно говоря, не увидел. Гал, может быть, вы их покажете на ваших слайдах? Вот, какие теоретические результаты вы получили? У меня их сейчас нет. То есть, ни я их не увидел, их просто не было? Да, я не подготовил. Понятно. И следующий момент, который тоже, естественно, должен будет прозвучать. Это комплексы программ. Я так понимаю, что КАНТ-БП у вас 5М, но 4М он уже заявлялся на защите, по-моему, Гусева, если мне не изменяет память. Вы хотите сказать, что вы его дорабатывали, я правильно вас понимаю? Да. А тогда нужно перечисление, какие именно доработки сделали именно вы. Хорошо. Хорошо. Коллеги, может быть, еще какие-то возникли желания прокомментировать, что-то сказать? Пожалуйста, смелее. Ну, он был, да. Видимо, это надо отдельно просто написать. Он там в самом конце просто есть только. Ну, я понял, да, надо. Ну, я понял, да. Более явно. Если вы позволите, я скажу несколько слов, не то чтобы в заключение, но подводя некоторый итог произошедшей дискуссии и замечаний. предзащита для того и делается, чтобы увидеть достоинства и недостатки презентации, подсказать, что улучшить, что ухудшить. Шутка. Но вот эти замечания о паспорте специальности раз, о том, что формулировки в виде теорем необходимы и другие, я думаю, с Михаилом Дмитриевичем и, возможно, с Дмитрием Сергеевичем придется еще аккуратно проговорить, чтобы и диссертация, и автореферат соответствовали требованиям. На этом я закончу. Много замечаний, которые необходимо учитывать. Работы много. Возможно, возникнут и другие, но это уже другое дело. В таком случае большое спасибо докладчику. Михаил Дмитриевич. Ну, на правах ведущего давайте поблагодарим докладчика. Хлопать вроде как в таком формате нет, никак неудобно. Но будем считать, что мы похлопали. Еще раз благодарю докладчика за очень интересный доклад. Благодарю всех комментаторов за замечания. В общем, себя похвалить не забыл. На этом предлагаю сегодняшнее заседание считать завершенным. Если ни у кого нет никакого желания еще что-нибудь сказать. Если нет, в таком случае считаю сегодняшнее заседание законченным и закрываю запись. Извините, один вопрос. Дмитрий Сергеевич, ты слышишь меня? Да, я все слышу, конечно. Спасибо большое. Как можно будет получить запись, чтобы мы с Галом могли работать над замечаниями высказаний? Я сейчас вывешу на наш сайт. Вот на этом самом будет прикреплен к... Прикреплен к... Через минут 40... Спасибо большое. Коллеги, еще есть вопросы? Да. А почему матрица Гесса стала определителем Гесса? Ну ладно, все, это в космос было. Спасибо, до свидания. Спасибо, коллеги. На этом предлагаю закончить. Всего хорошего. До свидания. Запись я тоже останавливаю. Закладим. Спасибо. Продолжение следует...